Уважаемые присутствующие, я очень рад, что вашим появлением вы подтверждаете огромную значимость трансфер-фактора нашей жизни. Конечно, обаяние Мина Васильевна, оно послужило определенным толчком к тому, чтобы я пришел именно в региональный центр, я купил людей, искренне увлеченных распространением этого продукта. Но, кроме того, в основе моего интереса к трансфер-фактору было вот что. Значит, я долго уже, больше 50 лет работаю в области инфекционной патологии, и преимущественно в области инфекционной патологии у детей. И наше внимание, особое внимание, привлекают дети, которые болеют долго, часто и длительно. Не надо быть медицинским работником, чтобы понимать, что здесь что-то не то с иммунитетом. Долго, часто и длительно. А ребенок, вообще человек, должен он болеть? Конечно, да, но только реже, легче и короче. Вот эти гементральные два полюса и работа на этом центральном поле привели нас, врачи нашего отделения, к необходимости поиска иммуномодулятора, который бы удовлетворял совершенно известным банальным условиям, чтобы он был эффективен, во-первых, чтобы он безопасен был, во-вторых, можете поменять местами это, чтобы его можно длительно было давать, чтобы не было побочных явлений. И каждый день после обхода мы садимся и на компьютере разыскиваем такие иммуномодуляторы. Разных очень много, вы знаете, 200, около 200, чуть больше, реально уже работающих везде, и разрабатываемых, и существующих до 2000. Очень много от них иммуномодулятора наделал. И дело в том, что вот такой препарат, он попал на глаза, но только после того, как Нина Васильевна со своей внучкой побывала и втихаря, нарушая наши каноны, нашего отделения, наряду с лечением, кормила свою внучку трансфер-фактором. Вместо того, чтобы написать заключение о том, что она не подчиняется, значит, правилам в отделении, я спросил, в чем дело, и дальше, и больше, я понял, что трансфер-фактор как раз таковым и является. Во-первых, это естественный продукт, о чем вы уже знаете. Во-вторых, это препарат, который безвреден. В-третьих, это препарат, который можно и, как оказалось, нужно давать долго, потому что иммунитет это не симптом там, и шасса, болезнь сердца, или чего-то такого, когда можно проглотить таблеточку, и все пройдет. Иммунитет, особенно у ребенка, который сам по себе формируется и изменяется не только количеством, но главным образом и качественно, вся эта совокупность иммунологических реакций, она движется в сторону усовершенствования. В это время особенно внимательно, особенно, я бы сказал, нежно, надо думать об использовании иммуномодуляторов. Значит, много врачей говорят о том, иногда и врачи, которые являются по сертификату, допустим, иммунологами, или просто практикующие врачи, говорят о том, что не надо, ой, мы не лезьте в иммунологию, мы, значит, не надо, мы неизвестно, что на иммуномодулируем, и так далее, и так далее. И тогда я спрашиваю, а сколько раз вы антибиотики у детей применяли? Ну, обычное дело, вот я говорю, вы давно уже залезли в иммунологию, но только не с той стороны, а со стороны супрессии иммунитета, вместо того, чтобы помочь. Я не отрицаю ни в коем случае громадное значение антибактериальной терапии, но, надо понимать, явление в его более полном исполнении, с его достоинственными недостатками, а недостатки антибактериальной терапии с каждым годом нарастают все больше, больше и больше, совершенно естественно. Почему? Кроме того, что меняются фауны и флоры, кроме того, что экологические условия заставляют напрягаться и часто перенапрягаться иммунитет. Кроме этого, надо вдуматься, что мы делаем, когда мы применяем антибиотики при бактериальных инфекциях или даже противовирусные препараты при вирусных инфекциях, мы действуем только на одну сторону инфекционного процесса. Мы разбираемся, как говорят сейчас, разбираем, я с вами разберусь. Вот мы разбираемся в инфекционном начале, в бактериальном вирусном, но в инфекционном процессе, как вы прекрасно понимаете, участвуют две стороны. макро, то есть микро, если я это выначил, и макроорганизм. Мы поубивали, милибардон, за банальное выражение, бактерий, огромное количество патогенных, а помочь организму-то мы чем? Помогли? Помогли. Но это неполное, вот неполное лечебное влияние. Короче говоря, конечно, как говорил Расул Гамзатов, я повторяю, это четверостише, оно мне нравится, он говорил, пить можно всем, необходимо только знать, что и с кем, когда, за что и сколько. Вот эти как раз слова, эти слова, они реальны и приложимы к нашим медицинским деяниям. Я понимаю, что универсальность трансферфактора состоит в том, что он работает в универсальном механизме иммунного ответа, а иммунологические интриги присутствуют всегда в организме, отвечают почти за все и таким образом мы имеем продукт, который стоит в самой середине вот этого лечебного поля. Но все-таки нужны конкретные и объективные данные и я постараюсь вам бегло не есть доклад, не буду переутомлять вас медицинскими подробностями, но обращу внимание на некоторые такие характерные эпизоды, характерные реакции из раздела доказательной медицины, потому что конечно хорошо, когда отеки мотер излечилась от килы с помощью трансферфактора, конечно хорошо, когда ваша собака перестала чихать и кашлять, а радостно стала лизать эти капсулки, конечно хорошо, когда уважаемая теща взяла и выздоровела, это вообще праздник вот у меня постоянно, вот, но нужно доказательные медицины, если ты одел белый халат далеко давно-давно еще, не для того, чтобы мороженое продавать, а по-серьезному очень важному делу, я далек от профессионального шовинизма, но все-таки хочу сказать о медицинских аспектах применения трансферфактора, на которые, по-моему, следует обратить внимание, особенно потому, потому, что это, я повторяю еще раз, элементы доказательной медицины. Так, прошу двигать слайды потихоньку. Или я сам, да-да-да-да-да-да-да-да, на самообслуживание, сейчас, да, обратно, ну вот эту, да, потихоньку, эту рогатую клетку мы многократно показывали, вот, и профессора Кузника вот эта вот схема, она является, конечно, достаточно, она правильная, но, минуя огромное количество деталей, можно даже сказать, что она примитивная схема, но она отражает реальное положение вещей в том смысле, в том смысле, видно здесь, в том смысле, что антиген, который, который приближается и под, к макрофагу и находит соответствующие рецепторы, входит в клетку, возбуждает, и он приятно возбуждает, и в результате происходит выброс различных цитогинов, и среди них, значит, вот олигопепит, который воспринимается лимфоцитом с помощью тол-рецепторов, механизмы с участием там различных других компонентов иммунного ответа, но его цель, он несет иммуногенную память, память, и он уже возбуждает лимфоцит со свойствами защиты, которые очень опасны и не нужны этому патогену, то есть возбуждение проходит, а этот лимфоцит в следующем, и возникает реакция, похожая, по-моему, на сетевой бизнес, в котором я слабо разбираюсь, но я понимаю, что взаимодействие, начавшись специфическим образом, распространяясь таким образом, оно приводит к результату, в котором окончательно представлена иммунная и специфичная и специфическая защита. Основные фракции трансферфакторов, наверняка вам говорили об этом, поэтому бегло, это готовность иммунной системы, антиген-специфичность и субрессивные качества, которые нужны для того, чтобы не слишком увлекался организм ответом на патоген, потому что если слишком, значит, лучше враг хорошего, если слишком, то иммунологический ответ идет в аллергическую сторону, в сторону аллергического сдвига такого. А здесь я хочу показать, что у нас в нашей больнице, это центральная клиническая больница с поликлиникой управляет делами управляет делами президента Российской Федерации, это бывшее четвертое управление. И вот здесь в детском инфекционном отделении были проведены исследования, в которых представлены сопоставимые группы детей, получавших трансфер-фактор и соответственно не получавших трансфер-фактор, одинаковые похищенности, подмирался возраст такой же. И в результате мы получили, что при обычных респираторных инфекционных заболеваниях дети, которые получали трансфер-фактор красненькие стропики, давали симптоматику, которая чуть-чуть, чуть-чуть длилась меньше, чем у тех, которые ее не получали. Оказалось, что-то особенного, что-то особенного там. но важна тенденция, тенденция, только я говорил, ребенок должен болеть короче. Вот она, эта тенденция. А что же в банальном общем анализе крови? Мы видим, что, скажем, лейкоциты за тот же срок здесь при поступлении, здесь при выписке, это в среднем 7-10 дней. Лейкоциты падают достаточно быстро. Наиболее выражена нормализация числа лейкоцитов при применении трансферфактора. Здесь существенных различий нет. Вот в формуле при просто респираторной инфекции нет существенных различий. И то же самое здесь. Существенные формули. Единственное, слое значительно быстрее, достоверно быстрее нормализуется у этих детей. А вот плюс пневмония. И здесь та же картина. При всей ее невыраженности такой сильной тенденции одна и та же. Это дети уже не просто перенесшие респираторные инфекции, а респираторные инфекции плюс пневмония. А что это такое? Вы же знаете, что у детей просто так сразу внимание не начинается. правило, респираторные инфекции в той или иной степени выраженные и потом идет внимание. То есть проявление того, что иммунитет еще на шаг отступил, потому что патериальная инфекция активировалась в организме и диагноз вот такой. Итак, снова красные столбики за исключением оценки состояния. Субъективные оценки а все объективные такие, например, как кашель, как хрипы в легких, все это было менее длительнее, чем у детей не получавших трансферфакторы. И то же самое при исследовании просто при подсчете простом. Тенденция к нормализации числа лейтоцитов здесь видна. Здесь палочка ядерная тоже есть такая палочка ядерная. Это элементы интоксикации они собой символизируют. Вот они побыстрее снижались чем у детей которые получали трансферфакторы. Дальше опять изменений особенных нет и мы видим, что ну и соль побыстрее нормализуется. Это ОРГ плюс пневмония. Вот вам температурный лист одной девочке небольшой значит у которой началось воспаление легких и она поступила к нам вот эта лиловая линия символизирует до поступления состояния и после и на фоне доказанной пневмонии я сейчас покажу какая она была всего один подскок начали применять трансферфакторы и температура быстренько 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 пошла нормализовываться. Пустяки казалось бы а пневмония вот она поэтому вот эта массивная инфестрация в верхней доле в общем предполагала что мы с ней пролежали пролечили бы недельки две не меньше а через шесть дней мы увидели такую состояние лучше конечно эксквизитный как бы отдельный случай но он на фоне того что я говорил только что что легче и короче болеют эти дети ну и дальше там есть вот другие пневмонии верхняя долевая лабарная тяжелая пневмония на фоне трансферфакторов через шесть дней опять правда тут какая-то подозрительная полость как бы образуется мы уже все напряглись перенапреклись но при последующей рентгенограмме мы увидели что легкое практически легкое почти здорового ребенка почти потому что достаточно не часто бывает частота респираторных инфекций в год у детей получавших иммуномодуляторы значит двухлетний период наблюдения говорит о том что так называемые часто болеющие дети наши дорогие чебурашки ЧБР часто болеющие ребенок вот они если получали в периоде реконволюценции в течение нескольких месяцев реферон или карбит так и оставались ну средний как вы знаете убирает если нет я скажу частота заболеваний часто болеющего ребенка в год это 8 раз 5,8 ну есть какая-то тенденция циклоферон 4,2 и трансферфакторы 2,8 то есть и при последующем назначении трансферфакторов мы применяли классика и адвенств в сочетании мы видим что в течение двухлетних наблюдений мы получили результат который в общем нас украшает это не мой слайд это не я хочу сказать что местный иммунитет конечно тоже важен и в данном случае и лизоцин и иммуноглуберные астмы нет зелененькие столбики после применения трансферфакторов резко подскакивают влияние стимулирующих трансферфакторов на местный иммунитет тоже оно выражено а что же клеточный иммунитет а вот что вот этот вот заборчик это значит исследование иммунного статуса а именно клеточного иммунитета лимфоциты CD19 B клетки T клетки CD4 CD8 натуральные гиллеры этот самый регуляторный индекс вот эти все столбики вот эти иммуноглуберные вот они все тоже иммуноглуберные так вот это все супрессия клеточного ответа супрессия клеточного ответа и синие столбики и через 4 недели посмотрели они такие же это случай инфекционного нуклеоза 11 людей значит герпес вирусной инфекции супрессирует иммунитет и он восстанавливается медленно медленно он восстанавливается где-то к концу первого полугодия после перенесенного заболевания а вот если мы даем комплексам в комплексной терапии трансферфакторы снова посмотрите сюда и сюда то все эти бурые столбики они вот уже находятся в пределах нормы или на ней в норме или даже чуть-чуть выше то есть показано что применение трансферфакторов на фоне лечения инфекционного нуклеоза модулирует клеточный ответ и хорошо было бы если бы он таким и оставался но если мы не даем трансферфактор он снова супрессируется и выходит на норму только после трехмесячного применения трансферфакторов в анамнезе то есть ребенок выписался и его два чаще три месяца лечит применяя трансферфакторы на фоне скажем циклоферона как иономодулятора а вот пожалуйста фигуры какие-то абстрактные это интерфероновый статус при респираторных вирусных инфекциях на фоне вот этого ромба пунктиром это норма геометрически выявленная а эти самые уровни интерферонов гамма и альфа интерферон они даже слегка увеличены а сыворочные спонтанные в норме находятся но иное дело интерфероновый статус при герпесе вирусных инфекциях видите какой он скукоженный то есть гамма и альфа интерфероны резко снижаются а ведь интерфероновый статус как вы хорошо знаете слышали может быть это одна из составных частей полноценного иммунного ответа значит это тоже служит показателем для назначения в комплексной терапии и в дальнейшем при аномистических наблюдениях для назначения в комплексной терапии трансферфакторов повторюсь что мы как правило все таки используем классик и древес а прочие уже трансферфакторы это как бы за пределами нашего лечебного поля находится прочие трансферфакторы мы сами принимаем и вот относительно иммуномодуляции значит это слайд ранен и полиоксидонии и циклоферон и значит ликопит полиоксидоний циклоферон плохо видно я уж не говорю об амексине вот их чувствительность мы применяем иммуномодулятор возникает вопрос ну тот же самый я не знаю изопринозин полиоксидоний любой иммуномодулятор а иммунитальной чувствительности у ребенка нет к нему и в результате врач говорит что нет это иммуномодулятор но время прошло уже да значит как преодолевается нечувствительность организма к иммуномодулятору с одной стороны можно просто разыскать лаборатории они есть которые измерят фактически чувствительность иммуномодулятора высокую низкую цифры там есть все это понятно чувствительность низкая все а если нет нечувствительность и далеко не всегда в любом городе есть такие лаборатории я уж не говорю это так в городах героях а в поселках и везде нет же вот поэтому вот здесь показано как после трансферфакторов меняется чувствительность скажем к антибиотикам к ликопиду чувствительность до 10 где-то была а потом выросла во много раз аналогичная вещь происходит с полиоксидонином и циклофероном мы его очень любим эти два собственно три мы употребляем этих иммуномодулятор так вот значит применять применять трансферфакторы как стимулирующая иммуномодуляция это нужно и это правильно это результаты работы с мамами наших детей взрослые и тут видно что снятие синдрома хронической усталости у двух третий матерей произошло по влияниям применения трансферфакторов и также увеличение частоты рецидива в год на этом я заканчиваю и быстренько скажу только о том что трансферфакторы по пунктикам контролируют гладкое течение трансферфакторы ускоряют динамику репаративных процессов коррелируют иммунный ответ при вирусных инфекциях проявляют клинический эффект при герке с вирусных инфекцией детей и взрослых достоверно снижают частоту повторных заболеваний ОВИ и в наших исследованиях побочных проявлений трансферфакторов не было не отмечено спасибо аплодисменты